Девочки, огромное количество вопросов о том, как я, в общем, история изучения английского языка. Я в 49 лет начала изучение английского языка с базового, базового сабдеповской школы. Я скажу, что в школе я не учила английский, мне пятёрки стабили, вообще не знаю за что. Я знала ABCD, бла-бла-бла, Face and Up Table, все мои знания. Я из Украины, меня зовут Алла. Как и в колледже, и сейчас у меня бойфренд американец, и я в американской среде общаюсь. Я решаю все вопросы на английском языке, и вы мне постоянно спрашиваете, какой у вас уровень. У меня уровень тот, на котором можно общаться, тебя понимают, ты шутишь, ты решаешь все вопросы на английском, и тебе окей, комфортно. Самое главное, чтобы тебя понимали, и самое главное, чтобы ты могла в телефонном режиме общаться, рассказать о проблеме, и тебе в телефонном режиме рассказали, как эту проблему решить, и ты могла бы понять и решить её. И всё это на английском языке. Поняли? Вот так. А теперь возвращаемся к истории изучения английского языка. Начала я его учить с частным учителем англоговорящим в Киеве каждый день. У меня были каждый день уроки, каждый день домашка. Дальше. И это было в течение года, каждый день. Если бы мы делали перерыв только потому, что учитель меня просил. Возможно, когда-то это было такое. Дальше что я вам скажу. Когда я приехала в Америку, этот год ничего абсолютно не значил, что я учила язык. Ну, во-первых, возраст. Во-вторых, ты общаешься постоянно на русском языке, да? И в час у тебя, один час у тебя урока, и домашку ты делаешь. Потому что, естественно, я заставляла себя слушать англоязычные фильмы, ничего в них не понимая. И теперь я понимаю, для чего это я делала. Я это делала для того, чтобы приучить свой ум, что он будет учить язык. Всё. Сейчас, наконец-то, у меня ум перестал сопротивляться. Я ещё, я быстренько так перепрыгну на сегодня. Я продолжаю до сих пор изучать английский. Я до сих пор слушаю всё на английском. Естественно, так как у меня бойфренд-американец, мы слушаем фильмы на английском, общение на английском, я ещё нырнула себя в английскую, в англоязычную среду. Я работаю один-два раза в неделю, заменяя учителя. У меня образования педагогического нет. Вы меня там спрашиваете, это отдельное видео я сделаю. Как можно заменять учителя, если у тебя нет образования педагогического? Я постоянно себя ныряла в английскую среду. У меня была цель. Как дочка сказала, мама, ты хочешь устроиться в Америке нормально? Ты хочешь себе найти нормального мужчину? Учи английский. И тогда у тебя возможностей здесь больше будет, чем чтобы устроиться. Всё. И это для меня был закон. Дочка мне так сказала. Я это как услышала, это как колокол. По башке мне так. Учи английский. Если я переехала в Америку, я хочу американизироваться. Всё. И мне пофигу мнение кого-либо. Я не собираюсь выйти с американкой, но американизироваться я хочу. Мне это нравится. Мне нравится культура. Мне нравится отношение к людям. Мне нравится уважение. Мне нравится, как они всё про динацию соблюдают. Мне нравятся эти улыбки. Называйте их фейковые. Как угодно. Возвращаемся к английскому. Я, в общем, короче говоря, переезжаю в Америку. Я понимаю, что надо мне какие-то курсы, естественно. Я уже как-то говорила в одном из видео. Нажмёте, по-моему, это здесь будет, если на комментарии. Что я работала в русскоязычном магазине. Это очень стопорило моё развитие английского языка. То есть я должна была improve my skills in English. Но я не могла их improve, потому что у меня 8 часов было русской речи. Что я делаю? Я увольняюсь. Ну, вернее, меня уволили. Тоже я историю рассказывала. Видимо, подсознательно я хотела, чтобы меня уволили. Поэтому я увольняюсь. И я сосредотачиваюсь на том, что я с утра до часу дня я хожу на курсы. А после английского... А после этих курсов английского... Конечно, платные. Всё платное. После этих курсов английского что я делаю? Я работаю таксистом. Вот. Дальше. Я проучилась где-то 7 месяцев и решила пойти в колледж. Оплатила государство. Тогда можно было мне сделать, чтобы мне платила государство. У меня доходы были маленькие, и мне платила за все государство. Хотя оплата была там, девочки, небольшая. В колледже я сдала тест. Три часа был тест. Я сдала, мне определили мой уровень. Но это только нужно для колледжа. Потому что если вдруг вы хотите куда-то поступать, то вам нужно набрать... Пройти все уровни, чтобы вы могли поступить в колледж. Ну, на какую-то специальность. Я и сейчас могу поступить в колледж. А вот если вы, например, не... Как бы не родной язык ваш английский, то вас всегда заставляют в колледже проверить тест. У вас должно быть 100-100-100. Короче, все уровни должны быть у вас нормальны. Тогда вы можете учиться. А вот. Я проучилась там до пайдемии 8 месяцев. Шикарно, девочки. Я всем посоветовала пойти в колледж учиться, где вас профессора обучают. Это великолепный опыт, который я получила. И я бы с удовольствием... Даже сейчас я хотела... Кстати, здесь в Техасе. Это я в Джорде жила. Ходила. Я бы с удовольствием хотела здесь, в Техасе, пойти опять в эту школу, чтобы прокачать свой английский качественно и все. Но так как у меня жизнь немножечко изменилась, и у меня цель была англоязычное отношение, то я через практику сейчас изучаю... Улучшаю свой английский. Улучшаю. И мой бойфренд мне всегда показывает ошибки. Он мне всегда говорит, это мне помогает. И я слышу постоянно английскую речь. Дети, семья, его, в общем, родственники. Мы все вместе. И поэтому английской речи очень много. И это мне реально очень помогает. Но скажу честно, вернусь туда, в Нью-Джорде, где я училась в колледже. Что всем советую. Не идите вы ни на какие платные курсы. Это все фигня. Идите вы в колледж. Учите правильно, планомерно английский. Так как это быстро и на... Чтоб он к вам зашел. Главное, без каких-то погрешностей. И самое главное, чтобы это было неболезненно. Это очень шикарно. Вы даже не представляете, насколько классно. Девочки, идите, не жалейте денег. И идите с нуля. Там есть нулевые курсы. Идите в колледж. Мне очень многие спрашивают, какой вы в колледж ходите. Какая разница, в каком штате вы находитесь. И идите в колледж, где есть предмет английского. Все. Перед этим вам скажут, сдайте тест. И все. Значит, смотрите. Практика по тому, как я говорить начала. У меня очень были большие блоки. Я говорить не могла. И заставила меня говорить. Ведь моя работа, первая работа, чуть-чуть я начала говорить, когда я работала на Uber с клиентами, что-то мне надо было говорить. Что я говорила, понятия не имею, но что-то я говорила. Это первое. Второе. Я реально начала разговаривать, когда я работала в реабилитационном центре, мне нужно было работать с резидентами в этом реабилитационном центре. По 8 часов я с ними общалась на английском языке. Было сложно, тяжело. Всем я говорила, чтобы мне показывали мои ошибки, чтобы они говорили мне, что если я что-то произношу неправильно. Один раз я произносила постоянно «open your mouth», и у меня одна женщина говорит, «Ал, можно я тебе хочу что-то сказать, американка?» Я подхожу к ней. Она говорит, «Ты мне сказала, что я могу тебе подсказать, если ты какие-то ошибки делаешь. Пожалуйста, можешь произносить не «mouse», а «mouth». Потому что, когда ты говоришь «open your mouth», «mouse» – это как «открой свою мышку». «Mouse» – мышка, а «mouth» – это рот. И когда мы делали упражнение, там «open your mouth», «deep breath» и «deep breath out», и это получается «открой свою мышку и глубоко вдыхай и выдыхай». Понимаете? Открой свою мышку, вместо «открой свой рот». Потом я путала «homeless» и «handsome». «Homeless» – это, вы знаете, да, это наши бомжи. А вот «handsome» – это мужчине говорят, когда он симпатичный. И очень много у меня еще буквы всяких таких было оговорок о Фрейду, от которых американцы умирали со смеху до слез, и я вместе с ними. Поэтому, девочки, самое важное сейчас в конце хочу сказать. Каждый день я постоянно слушала, у меня были каждый день домашки, постоянно слушала я подкасты на английском, еду в дороге, в машине, у меня английский. Всегда английский, всегда английский, английский, английский. Английский сейчас тоже я слушаю все на английском. Каждый день.